здравствуйте уважаемые друзья в этом обзоре как я и обещал я расскажу про самый доступный простой и бюджетный вариант управления мощными электрическими нагрузками в системе умного дома и для этого мне понадобится несколько устройств здесь будет обзор сразу двух устройств это твердотельное реле и непосредственно устройство которое является частью умного дома в данном случае это умный контроллер питания от санов я уже хотел сделать раз обзор то расскажу про всю новое чтобы не повторяться и так по-моему интересно садимся удобнее стулья кресло откидываем ся на спинку берем попкорн и смотрим приглашаю смотреть свой обзор сначала немножко теорий про принцип работы всех контроллеров питания которые про ну которая находится в системе умного дома это касается и уже обозреваемого мною брудлинка это и розетка сяоми это и контроллер который я буду обозревать сегодня санов их всех объединяет общий принцип коммутации это электромагнитное реле в двух словах что она себя представляет по сути это что-то вроде обычного выключателя то есть две пары контактов вот металлический но которым управляет не клавиша а электромагнит и он может большой в принципе скоростью включать и выключать эти контакты какие минусы есть у этих всех переключателях электромагнитное реле при больших токах нагрузки вот эти металлические контакты которые замыкаются и размыкаются между ними происходит искрение искра вот чем больше ток тем соответственно больше чем больше мощность нагрузки вот тем больше вероятность возникновения этой искры и в некоторых случаях контакты реле намертво свариваются друг с другом и реле получается замкнутым навечно вот такая вот болезнь поэтому принципе ограничения на ток есть у всех этих вот контроллеров и умных розеток ими можно в принципе управлять бойлерами вот например у меня более он больше 1300 ватт не ест от опять 6 ампер примерно там пупу 7 ампер вот но если уже нагрузка там газовый котел еще какой-то котел не в комментариях много писали как же управлять котлом в 10 киловатт там в 15 киловатт вот эти все вещи не подходят и что же тогда делать да это у меня есть ответ в моем обзоре а вот собственно говоря и этот ответ это твердотельное реле отличием главного этого реле от электромагнитного про которая рассказал это то что здесь нет механических контактов здесь используется полупроводниковый принцип то есть как в транзисторах там тиристорах и прочее не люблю такие коробки разрываются вот и поэтому здесь во первых полная гальваническая развязка между контактами что такое полная гальваническая развязка электрического контакта между вот входным управляющим сигналом и выходным нет это абсолютно как бы независимая пары контактов и возможность больших нагрузок большого тока в частности вот это вот реле ссылка будет на его покупку на алиэкспресс под этим видео рассчитана на ток в 100 ампер мне на самом деле такие нагрузки не нужны ну я взял уже как бы максимально которая там нашел 100 ампер это 22 киловатта в принципе этого хватит на любой там котел там даже наверное не на один значит реле у него есть четыре контакта это контакт управляющий при подаче управляющего напряжения на вот эту пару контактов здесь замыкается вот этот вот контакт который уже идет на нагрузку рассчитан он управляющий контакт на переменное напряжение от 90 до 280 вольт я специально брал такое чтобы управлять при помощи ну к примеру а того же контроллера сунов вот и здесь управляемая от двадцати четырехсот до 4 до 480 вольт может быть и ток до 100 ампер есть реле у которых управляющий сигнал там 35 вольт 12 вольт там постоянно не суть важно берете под те нужды которые вам надо ну в частности для управления вот в такой вот связке удобнее брать 220 вольт и здесь и здесь и я не побоюсь быть закиданным тапками как говорится хочу сказать что для как раз вот такого управления теми же там котлами чем-то таким бойлерами мощными я бы даже сказал бы что не стоит его перепрошивать так как все управление при помощи централизированной системы умного дома того же до мотик сводится по сути к включению выключению в заданное время то есть по сути таймеру если не дай бог что-то случается с вашей там управляющей системой вы кроме всего прочего можете лишиться там теплой воды поэтому лучше его использовать со штатным функционалом вот и он просто будет задать ему таймер и он вне зависимости от того работает у вас сервер управления не работает есть вай фай нет он просто себе по часикам включает выключает и для этих целей его вполне достаточно вот устройство это как я уже сказал представляет собой такой вот выключатель имеется две пары контактов входная и выходная они подписаны как l и n линия и 0 вот здесь имеется кнопка управления устройство имеет свое собственное приложение управление эвлинг вот для того чтобы было удобнее лучше видно сейчас я сделаю вставочку из скриншота где я расскажу в двух словах как она ставится и какие у него возможности и так для работы нашего переключателя санов нам необходимо приложение которое называется эвлинг если у вас еще нет учетной записи в этом приложении то предлагается его создать после входа в приложение идет краткий такой обзор что есть что какие кнопки какие функции есть в этом устройстве далее для того чтобы подключить устройство запускается мастер на русском языке который предлагает на подключаемом устройстве зажать кнопку в течение пяти секунд для того чтобы перевести устройство в режим подключения к приложению далее все идет по аналогии с подобными мастерами подключения мы выбираем сеть вай фай вводим пароль дальше начинается поиск устройств которые находятся в окрестностях то что вы нажали в режим подключения через некоторое время буквально там 1 2 минуты находится устройство происходит сопряжение и подключение устройства к приложению теперь можно уже им управлять причем из любой точки мира все такие приложения используют облачные технологии после этого остается только назвать наше устройство вот и она появляется в списке это приложение одно управляет любыми в любом количестве сколько у вас будет устройство санов столько их будет здесь в списке можно ими управлять далее мы заходим это устройство кликая на его строке и попадаем главный экран на главном экране естественно самая большая кнопка посередине это включить выключить есть все стандартные для подобных контроллеров функции такие как таймер таймер будет вам по заданному времени дню недели устанавливать включение выключение устройства принципе этого таймера достаточно этой функции чтобы управлять каким-то котлом вы задаете когда его включать выключать и все устройство себе работает включается выключается вы больше уже как бы у вас нет голова не болит когда его нужно включать таймер обратного отсчета включается когда необходимо выключить включены устройства через некоторое время тоже в принципе может пригодиться если вы например куда-то уехали вот едете домой и вы хотите включить на тот же больно чтобы нагрелся вы включаете его кнопкой а чтобы не забыть выключить задаете таймер обратного отсчета к примеру на час она себе час греется сама выключается вы приезжаете у вас уже все нагрето все как бы есть вот и настройки устройства здесь все в принципе стандартное имя устройства которое можно отредактировать есть возможность обновить программное обеспечение стандартную вот есть тот самый кнопочка включить нотификации это будет вам приходить push сообщения при изменении статуса и питание на выключатель есть три опции то есть при пропадании выключателя он будет либо включаться либо выключаться либо оставаться в предыдущем статусе в принципе все как бы более менее стандартно и понятно ну и теперь время приступить практической части я собрал такую демонстрационную схему где у меня в качестве нагрузки подключена лампочка накаливания 75 ватт вот вместо этой лампочки должен быть бойлер там котел что-нибудь мощное вот реле санов подключена напрямую к входу твердотельного реле вот и получается фаза идет в разрыве вот и 0 общий 0 идет общий на вход санова на вход лампочки фаза идет сюда на санков и на разрыв реле вот и собственно говоря сейчас мы попробуем ручное управление сделать вот санов подает питание управляющие на реле реле замыкает контакт лампочка работы при этом нагрузки на санов нет вся нагрузка идет через реле то есть в обход вот этого реле санова идет через твердотельное реле нагрузка на лампочку эти 75 там 100000 20 тысяч ватт аналогично через панель управления точно также можно включать и выключать эту лампочку ну точно также будут работать все таймер при этом основным отличием еще раз повторюсь будет являться то что непосредственно нагрузкой управляет вот это вот наши твердотельное реле большой нагрузки через умную розетку контроллер не идет и это позволит использовать любые мощные нагрузки в моем случае это до 100 ампер то есть это порядка 22 киловатт я себе даже не представляю что можно в домашних условиях нагрузить на 22 киловатта и позволит управлять вот этой самой дешевенькой там этим сановом неважно бруд линком сяоми не суть важно на реле подается 220 и реле замыкает мощную нагрузку контакт мощной нагрузки если на мощной нагрузки необходимо земля земля также идет напрямую точно так же как и ноль то здесь идет только разрыв фазы нам необходимо обязательно знать где фаза 1 где земля я думаю все это прекрасно понимал зачем и реле у нас будет разрывать фазу 0 и заземление будет идти напрямую что еще здесь добавить добавлю здесь что есть специальная защитная такая пластиковая панель которая позволит не дотронуться до контактов но вообще конечно лучше это спрятать какую-то коммутационную монтажную коробку чтобы не светилась вот то то же самое контакты которые у самов они также закрываются вот такими вот заглушками эти заглушки закручиваются идущими винти в комплекте винтиками а вот есть управление ручное есть управление с любой точки мира по облаку либо по заданному сценарию по таймеру вы можете задать таймер и себе не полностью не напрягаться вас нагрузка будет заниматься автономно реле при этом не нужно будет никакие там управляющие части видео умного дома и так далее также в принципе не проблема перешить это реле ну проблема санова в том чтобы завязать его на тот же дома тикс его надо перепрошивать это надо паять нужен программатор я к этому еще вернусь когда у меня говорится все таки проявится вдохновение вот в целом это все что я хотел сказать в этом обзоре если вдруг я что-то упустил задавайте вопросы в комментариях буду рад ответить на этом все дорогие друзья ставьте лайки подписывайтесь на мой канал до новых встреч